Компания Xiaomi не первый год радует нас своими гаджетами, будь то смартфоны, финнес-браслеты, планшеты. Но вот совсем недавно они представили линейку новых ноутбуков Xiaomi Mi Notebook Air, о котором сегодня и пойдет речь. Как вы можете заметить, дизайн крышки уникальный. Здесь нет абсолютно никаких надписей. Открывается она с легкостью, одной рукой. Толщина устройства составляет 1,29 см. На левой грани находятся два порта, один HDMI и один 3,5 мм MiniJet. На левой грани находится один порт USB Type-C, который используется для зарядки, а также USB 3.0. Экран устройства составляет 12,5 дюймов. Full HD IPS матрица. Клавиатура занимает практически всю ширину корпуса. Клавиши крупные, с коротким ходом. Кнопки навигации немного уменьшены, но это не влияет на скорость набора. Клавиатура также имеет один уровень освещенности. Тачпад отлично откалибрирован и по ощущениям работы напоминает тачпады MacBook. Есть поддержка жестов и до 5-ти одновременных касаний. За производительность отвечает двухъядерный процессор Intel Core M3 с 4 гигабайтами оперативной памяти DDR3, SSD накопителем на 128 гигабайт и операционной системой Windows 10 Home. Конечно же, будут модификации и помощнее. В стандартном тесте 3DMark SkyDiver система набрала 2299 очков. Но все же, давайте проверим, как ноутбук поведет себя в популярной игре World of Tanks. На самых минимальных настройках FPS стабильно на уровне 50-60. А вот, если перейти на рекомендуемые настройки, это среднее, FPS не поднимется выше 18, а играть очень неудобно. Из-за этого следует простой вывод, что это действительно не икровая, а рабочая лошадка. Стоит отметить, что в ноутбуке установлены два динамика от компании AKG, благодаря которым слушать музыку и смотреть фильмы одно удовольствие. Что касается времени работы, при средней нагрузке ноутбук должен проработать до 10 часов. А вот время зарядки очень радует. Благодаря USB Type-C до 50% ноутбук заряжается за полчаса. Полной же зарядки достигает за 2 часа. Ложечка дегтя все-таки в этом ноутбуке присутствует. Это неравномерная подсветка клавиатуры, которая очень часто выключается в самый неподходящий момент. Также отсутствие каких-либо воздуховодов и вентиляции корпуса. В тяжелых приложениях ноутбук очень сильно нагревается. Похоже, что первая серия ноутбуков Xiaomi вышла довольно успешной. Они станут отличными помощниками для студентов, школьников и офисных работников. Надеемся, что в скором времени компания Xiaomi расширит свой кругозор, и мы увидим игровую серию. Субтитры подогнал «Симон»!